так мы шо наш рейд начинается солнце уже село друзья этот ночной рейд на хаджимейском лимане проходил в прошлом 2020 году в июле месяце запись этого рейда по причине поломки жесткого диска считалось потерянной но свершилось чудо и часть информации восстановлена и вы можете посмотреть как он происходил этот ночной рейд забегая вперед хочу сказать что целью его была поимка браконьеров на воде но то что мы увидели какими масштабами могла погибнуть рыба поменяла все наши планы на этот рейд так как пришлось в буквальном смысле спасать рыбу вода в лимане была такая теплая как парное молоко и запутанная рыба в сети долго не смогла бы прожить в рейд мы вышли как всегда с одесским рыбоохранным патрулем было явно видно что инспектора настроены на работу бензина было достаточно так что нас практически ничего не ограничивало помните как в фильме место встречи изменить нельзя там глеб жеглов говорил о том что порядок в стране определяется не наличием воров а умением властей их обезвреживать так в принципе и на наших водоемах браконьер расставляют сети рыбоохранный патруль их изымает как вы думаете чего больше всего боятся браконьеры штрафов нет они боятся потерять материальную базу ведь качественные сети стоят дорого а браконьер же из-за них заплатил свои реальные деньги я кстати говоря неоднократно поднимал вопрос через петицию президента украины о повышении штрафов за использование браконьерских орудий лова чтобы было так как сделано в большинстве цивилизованных стран но к сожалению 25 тысяч голосов петиция не набрала поэтому мой голос не был услышан если вы считаете что петицию нужно повторить поставьте лайк этому видео если видео наберет 25 тысяч лайков то петиция будет создана заново я лично считаю что только серьезными штрафами можно остановить это варварское отношение к природе и разворовывание национальных богатств нужно сделать так чтобы браконьер даже думать боялся приближаться к водоемам с сетями и с другими браконьерскими орудиями лова ну а что касается именно хаджибейского лимана то та ситуация которая была год назад и сейчас кардинально изменилась в худшую сторону во время этого рейда и предыдущих можете посмотреть на наши видео годичной давности когда за лиман отвечал одесский рыбоохранный патруль так вот только за весну и лето 2020 года было снято с хаджибейского лимана около 20 километров сетей и это только те сети которые зафиксированы лично мной видео на youtube канале все для клёва не считая тех сетей которые были изъяты без моего участия тогда действительно материальная база браконьеров была хорошо подорвана а сейчас на хаджибей полнейший беспредел сеть стоит на сети браконьеры в нерестовый запрет никого не боятся вообще никого сыпят их белым днем хочется кричать от беспомощности и отсутствии хоть каких-либо действий со стороны контролирующих органов но за лиман теперь отвечает черноморский рыбоохранный патруль понимаете то есть за внутренний водоем отвечает тот патруль который должен работать на море почему так произошло у меня лично есть свое мнение на этот счет но конечно может быть неправильным и если вы считаете по-другому напишите об этом в комментарии так вот я считаю что виной всему безмерная жажда наживы киевского руководства агентства рыбного хозяйства украины дело в том что только в этом году агентством руководит уже третий чиновник в начале года это была анна шишман которая как только стала директором в одном из первых своих приказов нарушив все бассейновые принципы распределения водоемов передала черноморскому рыбоохранному патрулю внутренние водоемы украины такие как хаджибийский лиман днестровский лиман кучурганский лиман где кучурганы а где море да полностью всю реку дунай озеро сосык озеро уже даже озеро сосык кугурлуй кагул и другие водоемы которые абсолютно никак не связаны с морем вот зачем она это сделала кого она послушала как вы думаете вот продержалась это на должности она шишман недолго но нужно дать ей должное все-таки в конце своей короткой карьеры водоемы она вернула обратно в одесский рыбоохранный патруль и те инспектора которые переметнулись из одесского в черноморский рыбоохранный патруль очень сильно заволновались сменил анну шишман баздуганов олег как вы думаете что он сделал в первую очередь правильно опять вернул внутренние водоемы кому черноморскому рыбоохранному патрулю так вот кого скорее всего послушала анна шишман и только репортаж на телеканале один плюс один о том беспределье на днестровского лимане когда внутри днестровского лимана есть озеро якобы в котором можно черпать безмерно богатство с этого озера да а поборах промысловиков инспекторами черноморского рыбоохранного патруля а той махровой коррупции руководство агентства заставили министра аграрной политики сменить все-таки этого главу агентства олега баздуганова на забуга андрея но при этом самое интересное министр оставляет баздуганова первым заместителем директора агентства то есть дает понять что коррупционные связи не разорваны эй зе команда вы там что слепые вы что не видите элементарного это же косвенно говорит о том что министр тоже в деле этого тоже надо гнать поганой метлой поэтому идет разворовывание по крупному наших водоемов понимать и когда потихонечку начинаешь вникать во все эти моменты нюансы становится страшно честно говоря за все наши водоемы за наши ресурсы украины потому что ну нет конце тоннеля света к сожалению из-за махровейший коррупции вот что нужно делать чтобы привлечь эту коррупцию но у меня например только один ответ либо расстреливать как китае на либо сажать на всю жизнь пожизненно давать другого варианта я честно говоря не вижу ну просто ну где не ткни везде коррупция фильме место встречи изменить нельзя есть и такие слова которые также отражают нашу действительность что если есть на свете дьявол то он не козлоногий рогач а он дракон о трех головах и головы эти хитрость жадность и предательство если одна прикусит человека то две другие дойдет его до тла вот так и у нас пока лучшие сыны украины в окопах на юго-востоке страны то худшие выедает украину изнутри тоже порядок туда тут все хорошо по боевым местам гирлянды прямо это 3 метр 3 метра до это уставили так есть такие дела бедный сейчас углу будет вот все хорошо хотелось бы обратиться к ассоциации рыбаков под названием хаджибийский лиман вы же проводили зарубление этого лимана ну по крайней мере по бумагам это так выглядит вам самим не жалко своего труда своих денег почему на хаджибии орудуют браконьеры у вас же есть свое подразделение охраны водоема может у вас сил хватает только на выбивание денег с рыбаков любителей которые ловят на удочку на римане может вы сами превратились браконьеров ну выловите вы в нерест сейчас всю рыбу а что дальше что через год через два вы об этом подумали пеленгаз доживает последние годы ввиду своей мутации практического природного нереста почти нет зарыбления толком не было кругом только один бизнес а когда сейчас ловят то что с трудом зарыбилась и зарыбилась по факту они по бумагам и находится на стадии чуть чуть крупнее малька вы надо просто все закрывайте глаза когда мы практически воруют у вас ваш же ё-м-моё это капец пускай мне слабое сердце хочу также обратиться к инспекторам одесского рыбоохранного патруля и еще раз поблагодарить вас за то что вы поддержали и практически всем инспекторским составом в свой выходной день пришли на наш субботник и я понимаю что вас сейчас немного вам нелегко и те реорганизации которые происходят в вашем ведомстве влияет не только на материально техническое обеспечение но и на морально психологическое состояние каждого из вас это точно не добавляет прозвительности труда но все же с учетом сложившейся ситуации найдите возможность влияния на браконьеров днестра и трунчука там тоже не все гладко наши вебер-сообществе в чате телеграм-канала все для клёва днестр часто выстреливает информация браконьерах потому что наши рыбаки постоянно находится на водоеме и следят за ситуацией но в ваших действиях очень важна и очень нужна оперативность а для этого горячая линия одесского рыбакана патруля действительно должна быть горячей а не только до конца рабочего дня вы же прекрасно понимаете что браконьеры специально выжидают окончания вашего рабочего времени и спокойно выезжает на свой промысел очень жаль что в последнее время у нас с вами нет совместных выездов в рейды может нет у вас бензина так вы скажите я дам может некоторые из вас боятся что я скажу информацию так вроде нет не было такого ни разу можно посмотреть любой из наших выездов в рейд поэтому для тех инспекторов кто совестью чист не покрывает браконьеров и готов качественно выполнять свои обязанности я открыл 24 на 7 друзья не знаю вам видно лет но уже скоро рассвет уже начинает сереть вот видите вот а мы уже раньше как и на все мы тут все уже часа народ два с половиной хороший выгребаем рыбу сетей и выпускаем в лиман смотрите сколько и здесь в основном толстолобик так вот такой судачок красивенький а между тем рассвет все ближе и ближе жара приближается на раз есть такая возможность то почему бы не обратиться и к инспекторам черноморского рыбоохранного патруля хочется верить что среди вас есть тоже порядочные люди которые реально переживают за сохранение водных биоресурсов слежу за вашей страницей в фейсбуке специально ее пересмотрел перед записью этого видео и за весь период нереста не видел ни одного сообщения о вашей практической работе по недопущению браконьерства на хаджабейском лимане почему так происходит может вы не справляетесь везде успевать ну так напишите об этом директору агентства и вообще скажу как есть вот ту работу которую вы показываете в отчетах за неделю я могу только анализировать страницу фейсбука то это пыль по сравнению с количеством выделенных вам для контроля водоемов вот я анализирую сравнивая отчет ваш и отчета одесского рыбарханового патруля то учитывая количество людей территории у вас показатели ниже скажу грубее ваша работа она неэффективна и это просто проедание бюджетных средств меня зовут сергей я создатель группы вайбер сообщества рыбалка на хаджабее группа создана для таких же любителей рыбалки на хаджабее как я последнее время участились жалобы на то что браконьерские сети устанавливают даже белым днем не боясь никого черноморский рыбоохранный патруль абсолютно не контролирует ситуацию на хаджабеевском на хаджабеевском лимане если меня могут если меня услышат люди которые могут повлиять на ситуацию пожалуйста примите меры к сожалению в век информационных технологий поймать браконьера становится все сложнее и сложнее многие из них группируются в своих закрытых вайбер сообществах и всегда пристраховывается если начинается какое-то движение на водоеме браконьеры сразу же об этом получают информацию но именно в этом рейде о ловле браконьеров уже речь не шла посмотрите сколько молодых особей толстолобика поймались на эти браконьерские снасти и их всех нужно было освободить и выпустить не знаю сколько из выпущенных выживут но рыбе нужно было дать шанс в катере нас было четверо и мы в восемь рук всю ночь как заведенные вырезали сети рыбу ни на минуту не прерываясь сколько было выпущено рыбы точно никто не скажет но примерно за ночь было освобождено около тонны рыбы друзья замалчивать ситуацию нельзя пишите в комментариях как обстоят дела у вас на ваших водоемах с браконьерами с рыбоохранным патрулем если и дальше жить вот по такому принципу моя хата с краю то мы никогда из этого не выберемся а ведь нужно выбираться очень здорово будет если начальник рыбагентства почитает ваши комментарии и поймет реальную обстановку на водоемах украины так друзья ну что я хочу сказать что наконец-то мы сеть это победили мы победили эту сеть посмотрите какие все счастливые инспектора смотрите рады смотрите скоро солнце встанет чайки прилетели все прекрасно до 3 все шикарно рыбу вытащили если что осталось вот тут пеленгаз чем там валяется вроде нормально да смотрите хочу показать что только окунь у нас остался окунь который уже гоплык ему короче да его уже не спасти никак весь чешуя потому что чистили но я честно говоря честно говоря мы вытаскивали до сетей и не так вырвался если вообще плохо соображаешь чтобы что-то говорить нормально всю ночь как-то занимались я даже себе не представляю что скажет наверно моя жена вот скажет вот чем ты занимался всю ночь вот что она скажет она будет права если она подумает это немножко другой проявлять друзья но в принципе я очень рад что востока сетей мы собрали и рыбу выпустили это просто бомба а и 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 iv мы ладно беги еще одна так что это мы показываем где-то примерно одну десятую всего что мы вытащили и выпустили скажем стараясь экономить батарею так всю ночь снимаем батареи поэтому все не показываем но но что хотел обратить внимание то что очень много карпов уже белых то есть уже те которых уже спасать бессмысленно друзья так заканчивается наш рейд ночной по хаджабиевскому лиману снято больше четырех километров сетей выпущено очень много рыбы я не знаю но больше тонн у всех похолоды мы устали конечно у нас была цель все-таки поймать какого-то браконьера но из-за того что ожидали просто такого количества толстолоба начнем с этого а потом когда мы его начали спасать вторая сетка стояла рядом там смысла прятаться маскироваться вы же видели что там уже люди с балконов подглядывали чем этом занимаемся ну да ну что ж спасибо за рейд он действительно был очень плодотворный и вот хорошо что такие рейды проходят и мы снимаем эту материальную базу браконьеров и надеюсь что это приносит свои плоды вы же видели в тех местах где мы снимали ранее километры сетей там просто пусто ну да ли море да да кстати да да вот там был кусочек ну по сравнению с тем что было до того там не было ничего согласен а вот там где раньше не было вот сейчас сейчас начали снимать все спасибо большое всего хорошего друзья так заканчивается наш рейд надеюсь видео вам понравилось немножко устали конечно за эту ночь не замкнули глаза все время вытаскивали рыбу сетей но надеюсь что все не зря дай бог чтоб так и было всем удачи всего хорошего встретимся на рыбалке пока